Всем привет! Неделя со мной на Тенерифе продолжается. Сегодня мы поедем в Лоро Парке. Я бы сказала некий такой зоопарк. Там огромная количество зверей, шоу с дельфинами. И там еще самый большой в мире пингвинарию, где им устроили, в общем, такое все, как на Северном полюсе, то есть у них там, не помню, какая минусовая температура, снег с потолка падает, ну и так далее, и тому подобное. Думаю, будет очень интересно. Я животных люблю и вообще за зверьков всяких, так что все вам сниму. Что ж, добро пожаловать в Лоро Парке. Интересное место, где даже розовые фламинго пасутся сами по себе. Необычайной красоты птицы. Еще одна красотуля нам попалась вот такая вот хохлатая птичка, которая называется журавль-бальярика. Очень она зацепила, прям по дороге идешь, и тут такая красавица. И зверьки. Мне, конечно же, очень понравились лемуры. Это, на мой взгляд, наверное, самые милые, самые смешные животные, которые вообще существуют, потому что они настолько, ну вот, не знаю, на них смотришь, и просто уже хочется хохотать. Особенно, когда они вот в ряд становятся, и все смотрят в одну сторону. Там летали то-туда, то-сюда голуби, и вот они все вместе голову поворачивались то-туда, то-сюда, то-сюда, то-сюда. И это выглядело просто, ну, очень-очень забавно. Также там был павильон со всевозможными орхидеями. Думаю, нам, девочкам, которые их разводят, очень даже это интересно посмотреть. Ну, и еще одни милейшие животные, конечно же, морские львы с их симпатичными мордашками. Поэтому я просто вам дам возможность посмотреть это интересное шоу на пару минут. Надеюсь, что вам понравится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Америки. А вот уже королевские пингвины имеют такую вот ярко-желтую раскраску, по которым, конечно, можно их очень легко узнать. Как видите, из потолка осыпется снег, но вот это вот некие вот декорации, на мой взгляд, немножко были искусственные. Конечно же, пингвины меня тоже очень даже впечатлили, особенно когда они плавают. А мы с вами продолжим наш путь уже по подводному миру, где царило просто буйство красок. И меня очень тоже заинтересовали вот такие вот медузы. Смотрите, какие у них шапочки, какие у них продвигаются. И медуз было, кстати, довольно множество. И многие, которые даже внесены в Красную книгу. А вот эти вот, например, милые рыбки, которые переливаются, оказались очень даже немилыми. Оказывается, это как раз и есть те пираньи, которые, в общем-то, за минуту может любого сожрать. Также очень было интересно, был такой вот некий проход или даже, я не знаю, назову это галерея, наверное, где полностью просто аквариум вокруг вас. И в этом аквариуме было до пяти разных видов акул. Так что, да, мы перешли с вами от пираньи уже к акулами. Я лично акул боюсь даже очень, поэтому так издалека хорошо на их посмотреть, но не ближе. Потому что вход там не дешевый. Все-таки мы заплатили 3-4 евро за вход плюс еще 4 евро за паркинг. Как видите, удовольствие, я считаю, особенно для семей, где там может двое детей и двое взрослых. Это все-таки не самое дешевое. Но похвально, что они как бы огромная сумма дают на защиту животных. То, что в своих шоу о них также там рассказывают, вообще физиологию животных. Что делать, допустим, если вы нашли там того же дельфина на пляже. КОНЕЦ 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 Тысячи метелок и мобедов. Так что после шоу мой муж сказал, что он хочет стать тренером для дельфинов. А тут волей-неволей вспоминаешь, конечно же, о фильме с детства «Спасите Вилли». Даже не могла представить, что я увижу косатку живьем. Они просто огромнейшие и доходят до трех тонн. Поэтому, конечно, это просто огромнейшая масса. Шоу обычно всегда начинается с того, что они представляют вам животное. Они рассказывают их повадки, что они едят ее историю. Потому что даже одна косатка родилась здесь в парке. Ну и еще вас предупреждают на первые ряды садиться только, когда вам совсем уж жарко. Потому что косатки очень любят поиграть и, например, вот так вот вас всех обрызгать. Еще одно место, которое мне очень понравилось. Потому что попугаев можно увидеть не за клеткой, а прямо в живьем, совсем близко. Только будьте осторожны, потому что они внезапно могут к вам прилететь. И вы неожиданно можете даже уронить свой телефон. А вот это вот интересный голубь, и он хотел притвориться тоже попугаем. Потому что попугаев все фотографируют, им внимание обращают, а вот голубям нет. Поэтому он так присмостился. Последний день мы решили отдохнуть, остаться в отеле и в округе. У нас в отеле были вот такие вот прекрасные лужайки для игры в гольф. Где даже проходит европейский чемпионат женщин по гольфу. Мы, может, и снова, но, наверное, нет такой степени, чтобы, в общем-то, играть в гольф. Нас это не впечатлило, поэтому мы прогулялись по лужайкам, но в гольф мы не играли. Поэтому мы просто предпочли найти удиненное место, вот такой вот пляж, где кроме нас никого не было. Просто прекраснейшее место. Очень впечатлили эти скалы, камни. Было довольно забавно наблюдать еще за крабами, как они то от волн бегали, то от нас. Так что очень нам понравилось место. Ну и хотелось вас также предупредить, когда берете машину на прокат, берите полную страховку. Потому что здесь, к сожалению, нередкость, когда взломают машину. С нами, к сожалению, эта беда тоже произошла. И это всего лишь, чтобы украсть две наши куртки, которые всегда лежали в машине, чтобы, если вдруг будет прохладно, их накинуть. Но да, такова уж ситуация. Полиция приехала буквально за 10 минут. От отеля у нас был переводчик, поэтому все это прошло без никаких проблем. Но тоже надо знать, что полиция там особо вникать не будет. Они, конечно же, работают не как в Германии, где все отпечатки пальцев снимают и все это такое. Им на это, конечно, здесь наплевать. Но если у вас полная страховка, то для вас это не так уж страшно. Но мы не дали предлица испортить нам вечер, поэтому мы пошли в прекрасный ресторан, где здорово можно было провести время и насладиться ужином. Ну, если будете на острове, конечно же, пару советов. Во-первых, у них просто, ну, очень вкусный вина. Если вы любите хорошее сухое вино, то очень вам советую, потому что действительно из-за того, что почва такая славой, то дает такой прям конкретный характер вину. И вина у них просто потрясающая. И во всей Испании знаменитый, конечно, Чипитас. То есть это всевозможные ликеры. Здесь на острове банановые более актуальны, потому что снова же везде растут бананы. Ну, а когда уже деда дойдет туда кофе, то обязательно просите Барракитус. Это кофе, где внизу у вас сгущённое молоко. И довольно очень даже вкусно. Ещё один плюс поездки именно в феврале, это сезон, когда расцветается миндаль. Потому что это необыкновенная красота, и их благоухание просто сводит вас с ума. Для того, чтобы увидеть миндаля, не обязательно брать в отеле какие-нибудь походы. Можно также самим просто на машине проехаться до Сантьяго-дель-Деде. И там как раз всевозможные долины, их очень даже много, где расцветают эти прекрасные деревья. Как всегда, в конце видео я оставлю несколько ссылок на свои видео о путешествиях. Ну, а я надеюсь, что видео вам понравилось. Если да, то ставьте пальчики вверх, кто ещё не подписан на юзаней, там подписывайтесь. И я говорю вам, до следующих встреч, новых видео. Всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok